Доброе утро! Меня зовут Крошка Наталья, я практикующий психолог. И сегодня я хотела поговорить о том, как быть в конфликтах, а не убегать. Чаще всего люди рассматривают конфликт как что-то негативное, как то, что нужно предотвратить, уйти, стараться не вмешиваться. А я бы хотела сегодня раскрыть эту тему немножко с другой стороны. Есть такая теория, метод Розенберга, маршала Розенберга. И он предлагает такой метод, в котором конфликт рассматривается не как привычный, реактивный, то есть есть стимул и есть сильная реакция, а несколько иначе, а именно эмпатийный. То есть когда человек не просто реагирует на то, что его там оскорбляют или обижают, а он эмпатирует и начинает думать, что происходит сейчас со мной, и как я могу помочь этому человеку, и какая его стоит потребность за его реакцией. В этом методе мы избегаем оценок и критики, и мы прислушиваемся к своим чувствам и начинаем эмпатировать другому человеку, то есть понимать, что стоит за его, этой или другой эмоцией. Благодаря этому методу мы можем говорить другому человеку, что мы чувствуем на слова другого. Можем предполагать, что чувствует другой человек, спрашивая и взять у него обратную связь, что происходит с тобой и что на самом деле ты хочешь сказать своим поведением. И таким образом можем найти в этом конфликте новые способы удовлетворения своих потребностей. То есть конфликт как способ, как метод преобразования и сотрудничества, превращения во что-то новое. Таким образом, чтобы быть в конфликте и не пострадать от этого конфликта, нужно в первую очередь осознать свои чувства, осознать чувства другого человека, сказать об этих чувствах другому, услышать его и прийти к чему-то общему. Пребывайте в конфликте с пользой, удовлетворяйте свои потребности, сотрудничайте с вашими оппонентами. Мира и добра всем! Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!